Синафонтов 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 Но она не могла приехать, она тяжело болела. И вот ее не стало. Дочь мне пишет, Валерий Константинович, а я же все, она умерла, спасайте, наука. Ну, знаете как, язык без костей у меня, рукописи не сожгешь, горят, не горят. В десятках тысяч экземпляров в газетах появилось мое обращение, спасайте ее сорта. Тишина. И вдруг однажды дочь Ольга звонит мне и говорит, что мне делать, ко мне сейчас приедут, попросят черенки. Я говорю, Оля, твоя мама обращалась ко мне с просьбой помочь продать. Она на тебя смотрит с того света. Вы живете, мягко говоря, даже язык не придет сказать, как вы живете, да? Вот. А вы сидите на это самое, на слитке золота, огромном слитке, чтобы вы могли бы вот эти черенки поменять там на коттедж, на это самое, там на 20 тысяч долларов, или на 100 тысяч долларов. Потому что она сделала чудо. Это чудо, она хотела продать. Ты не имеешь права отдавать просто так. Что мне делать? Я говорю, делайте, что хотите. Делай, это, дочь, это самое. Ты, дочь, делай, что хочешь. Приезжает к ней с научным учреждением, одного из уральских, и говорят, нам нужны ваши черенки. Она говорит, а что будете с ними делать? Ну, это, они же ценность представляют. Вот. Ну, она рассказывает. А вот, значит, мы их испытаем. Ну, то есть, привьем, доведем до полношения. Вы знаете, что такое? Как у нас доводят до полношения? То есть, получалось, лет 5-10 надо ждать. А что потом? А потом, может быть, у вас купим. А может, и не купим. Ну, в общем, вы поняли, да? Короче говоря, она мне опять звонит. Что мне делать? Вот. Я-то дружил с ее мамой. Я говорю, продавай. Думаю, не может быть, чтоб они не это. Значит, когда она сказала, что я продаю, человек развернулся и уехал. То есть, он хотел на халяву просто дочери, которая владела богатством немеренным. Прошли годы. Вот Владимир Александров-Фондов где-то прочитал, где-то в голове застрял. Вот. Вот он пишет. Побывал, поделился с черенками. Вот. Больше я ничего про это не знаю. Я только лишний раз хотел вам показать. А, видимо, он тоже Оренбургская область. Значит, он сосед. Ну, не сосед, но земляк ее. Далеко не ехал. Вот. Вот это вот грустная история. Потому что вот эти чудеса, их надо было немедленно брать. Любые деньги отдавать надо было. Любые. Ведь то, что они... На что деньги тратят? Я когда посмотрел на московский этот самый, на их сайт, у меня в ужас пришел. На что вы деньги тратите-то? Да вот оно, готово это. Опять я завелся. Галина Яковлева. Добрый день, Валерий Костюмич. Это я выписывала лет 11 назад. Саженцы русской сливы садов России. Ой, интересно. Сейчас мы с вами ликбезмом проходить. Сады России. Постепенно все погибли. И нормально. Но на одной из корней... Вы знаете, что сливу, русскую сливу убить невозможно. Вообще. Только умоляю, не садите ее в эти гнилые ямы. Не заваливайте ямы этим дерьмом. Вот. Все, что нужно. Посадили, оставьте ее в покое. Даже извечный садик. Просто больше не подходите. Слушайте дальше. На одной из корней растет такое. Я не знаю, что это. Но может вы поймете. Я, конечно, пойму. Но что же они привают. Чем-то на его похоже. Галя, Галочка, Галиночка. Вам подсунули... Я их называю мертворожденные. Вот это слива. Это и правда слива. А вот это подвой. Это вишня. Это вишня штамба. Ой. Я их кустарниковая. Во-первых, она кустарниковая. Она гораздо меньше сливы. Сливы ее всегда обгонят. Смотрим дальше. Вот она. Это то самое, где вы... Вот, видите. Вот что же. Где вы купили. Вот они ее растят. Вот. И растят ее в качестве подвое. Смотрите, почему. Объясняю. Во-первых, по порядку. Это моя любимая тема. Почему? Потому что, знаете, когда знают, что тысячу посадили через три года, тысяча мертвых. Это ко мне за разъяснение. Ну, а куда же. Итак. У нас называется песчаная. Так. А у них она называется бесея. Ну, извините, я должен подробно ответить. Микровишня. А это я взял... Я редко влезу в интернет. Вот это фотография. Они из интернета. Это любительская фотография. Вот. Мне ее подарил Курдюмов. Так вот. Это любительская фотография. А дальше из интернета. Почему? Потому что это информация. Микровишня с макродостоинствами. Макро. Заметьте. Гостя из американских прелестовая дюймовочка. Дюймовочка это, ну, двухметровый кустарник. Но не нельзя привать. Понимаете? Уже поэтому. Примадонна Сибири. Это все вишни под названием бесея. Знаете, почему Сибири? Морозостойкость сумасшедшая. Дальше. Малоизвестная, но широко распространенная. Скажите, пожалуйста. Я вот тут прикалываюсь. Это же официальная. Источник. Ну, то есть, это официальное сообщение. Давайте попробуем. Что такое горячий снег или там, допустим, холодный кипяток. Так бывает. Малоизвестно, но широко распространенная. Как так? Широко распространенная, но почему-то о нем не знают. И вы не знаете. Сказайте, почему. Ну, тут уже пошло-поехало. Смотрите. Обрезка, прививка, обычную вишню. Как вырастить семенами. Все тут есть. Монелиоз. А как же. Она вообще не болеет. Ее, вот понимаете, оставьте ее в покое. У нее не будет никакого этого монелиоза. Клиастероспороза. Вот. Ничего не будет. И никаких болезней. Не надо никаких методов. Самое главное, что в начале, ну, у них как идет. Инструкция. Вот. А уже с этого места и пошло. И все. И пошло, и поехало. То есть, сперва изувечиваем, потом будем ее, это самое. Вот. Особенности выращивать. Только с ухода, это чтобы угробить. Так это еще не все. Вы видели, что угробить невозможно. Согласны? Если не трогать. Дело-то не в этом. Смотрим дальше. Почему оно, это я вам расшифровываю свое понятие. Широко распространено. Мало ли. Почему вы не знаете, оно распространено. А вот почему. Потому, чтобы для того, чтобы вот это вот вырастить, нужно всего несколько деревьев. И невозможно убить. У нее сумасшедшие урожаи. Она самоопыляемая. Вот. Она морозостойкая невероятно. И вот с нее вот это выращивают. Так самое страшное. Это ладно. Когда это самое. Она же все-таки вам плоды. Вы их есть не будете. Я свое вырубил. Я вырастил и вырубил. Мне бы в голову не пришло предлагать людям. На нее абрикосы прививают. Есть еще слива как бы среднее деревца. Она может вырастить до высоты двухэтажного дерева. А абрикосы до трехэтажного. Вот. А она кустарник двухметровый. А на нее привьют. А она привили. А это же легко делается. Видите. А где вы найдете по двое. Еще даже при этих же как бы сказать наших-то возможностях. При нашей дебильной как бы назвать-то агротехнике. И даже сливу можно угробить. Вот видите. Ее для чего привили. Чтобы сохранить салтовое качество. Почему на бисею привили. Она умерла. Она и должна была умереть. Тысяча из тысячи. Сто тысячи. Ста тысяч. Вот. А главное-то что. Их так мало надо. И не надо выращивать большой. Не надо иметь маточного сада абрикосового. Не надо выращивать маточного сада сливого. Там сложнее. Там может быть не выражение. И все посеют по миру. А это. И вот это вот. Вот вам причина. Малоизвестная. Но широко распространенная. Продали за много лет. А их многие этим баловались. Вот. Миллион штук. А потом угадали. Господи. Да что ж такое-то. Она-то не погибает. Погибает. Абрикос слива на нее привитая. Ну как. Смог я объяснить все к чему. Я ее ненавижу уже много лет. Много лет. Много-много. С тех пор. Как я понял. Что творится вокруг. Почему абрикосов-то нет. Как они могут абрикос привить на абрикос. Да для них даже то, что мы с Бродским занимаемся. Даже это недоступно. Это для них. Да простенькие вот эти вот. Вот. Возьмем допустим. Смотрите. Вот. Нормальная посадка. И вот у него уже это самое. Сеянцы абрикосов-то заплодоносили. А что им не заплодоносили? А они-то не способны этого сделать. Они способны только вот. А то, что у них. Они родственники дальние. Они приживаются. Да, приживаются. А то, что погибнут через 2-3 года. Кого волнует? Вот так вот. Вот такой ответ вам. Мой ответ. Мало известно, но широко распространен. Еще бы. По двое широко распространены. А кто вам об этом скажет? А помните это, друзья, несколько вебинаров назад? Кто-то из вас, я уже забыл, извините. Сказал. Прямо в восхищении. Это было, по-моему, когда на вопрос отвечал я. В восхищении. А вот видите. Какой-то питомник честно написал, что подвой. Сеянцевый. Еще, по-моему, там чуть ли полукарлик. То есть это. Вот они, сеянцы. А как может быть абрикос с полукарликом? Вот взяли вот так вот расплывчатый ответ. А скажи правду. Вот после моего этого, что надо делать? Все равно кто-то из вас сунется. Выйдет красивые фотографии. Ну, из интернета. Вот. Задавайте вопросы, что привито. А дальше они так врать не... Самое интересное, хотите еще одно открытие сделаю? При работе с питомниками. Они врать не умеют. Потому что соврать это тоже надо уметь. И вы им говорите. На что привито ваши абрикосы? На что привито? Как сибиряки продают черешню. Нету черешни. А вы... Прямо это. А где матовый сад? Первый вопрос. Второй вопрос. На что привито? Прямо это. Продолжение следует...